С чего бы начать мою историю? В этот раз произошло столько всего, что кратко обо всём не рассказать. Жизнь в Расте сложная штука. Именно поэтому я стараюсь пройти через все трудности, которые мне подкидывает этот мир и рассказать вам о них. Иногда мои знакомства приводят к чему-то глобальному, а иногда случается то, чего я не мог предугадать. И именно так появляется ваша любимая рубрика под названием История о предателях. Да, это практически бесконечная сага, ведь у каждого из нас были такие ситуации. У кого-то один раз, а у кого-то несколько. Но так как мой контент подвязан на людях, с таким иногда приходится сталкиваться. Я рассчитываю на вашу поддержку и прошу поставить лайк прямо сейчас, потому что я уверен, что то, что ждет вас впереди, вам очень сильно понравится. Приятного просмотра. Все начиналось одним прекрасным днем. Я появился где-то в пустыне, и у меня было просто шикарное настроение. Нихуя! Лысого бей! Бейте лысого, лысого бейте! На этот раз Вину Дизелю не повезло. Нифига себе, ты реально монстр, Кирилл. Что тут происходит? Я не понимаю. А потом меня и вовсе попытался убить мой новый друг. Но с ним я тоже разобрался. Теперь я твой череп заберу. Понимаешь это, да? И позже я отправился на спалку в надежде найти себе новых друзей. Мне нужно кого-то найти, вообще никого здесь нет. Большой ящик. Спалка. О, привет! А ты откуда здесь? О, ты доктор. Вот только что встал, когда я доктор. Понял. Вот зашел на сервер. А ты лечишь людей? Это твой дом? Нет. Я бездомный доктор. Я вот тоже. В итоге мы разговаривали с этим пареньком, и он предложил даже добавить меня в команду. Ведь вдвоем выживать намного веселее. На таб и принять в команду. О, блин, нифига себе она большая. А где вообще лучше жить тут? Там, где мало людей. Вначале мы с ним попытались зарядить какую-то кибитку, а после и вовсе мой друг поучил по щам от калашиста. Ну я поднял его. Поднимаю. Надо убегать отсюда, они какие-то агрессивные. Нет! Волк! Меня-то за что? Моего друга убили. Поднимаясь по лестнице на здоровенный дом, я замечаю, как два бомжика разбивают машинку, в которой потенциально могло что-то лежать. А чё вы тут делаете? Да чё вы хотите? Я мирный. Я только появился. Но настроены они были вовсе не дружелюбно. Они убивали всех на своем пути. Да ты чё такой агрессивный. Нормально же общались. Он дерется, помогай. На-а-а-а! Ты хотел меня убить? Ты? Ты меня убить хотел, да? Да. Вы вместе со своим другом погибли из-за того, что вы хотели меня убить. Пошел отсюда. Именно так я познакомился со своим будущим лучшим другом. И звали его Паровозик Чух-Чух. Но сейчас он был не в лучшем состоянии. Мне нужно было найти ресурсы, чтобы его починить. 50 металла, 2 МВК. Ну Димон, ну что тебе от меня надо? Димон, ну успокойся нафиг. А потом я и вовсе разговаривался с мимо проходящим бомжиком, который не проявлял никакой агрессии. И мы вместе с ним долбили бочки. когда ты, короче, расслежаешь на свале труб, получаешь это... Слышишь? Слышишь, брат? Слышишь, ящиков? Нормально. Позже наши пути с этим пареньком разошлись. Он отправился по своим делам. А мне нужно было добраться до переработчика, где уже сидели берданщики. Может быть они сейчас поплывут на карго? Его друг увидел, что я был очень серьезно настроен отбиваться до последнего и просто отсюда уплыл. А у меня наконец-то появилось хоть какое-то оружие. Вот это уровень. Чё они от меня хотят, я не пойму. Надо ждать, когда они уйдут. А потом своему другу я написал в чатике, чтобы он прибежал ко мне и помог. Но он просто взял и ливнул. Видимо, что-то у него пошло не так. Я остался один, и мне нужно было скорее добежать до переработчика. Ведь мою машинку мог кто-то угнать. Но естественно, сделать это они могли бы и только если бы скрафтили новые детальки. Потому что те, что были в ней, я повытаскивал. Так, я думаю, отсюда надо петлять сейчас в сторону машины. Жалко, что мой друг сдался так быстро. Блин, отсюда до мусорки далековато ехать. Теперь мне нужно было как можно скорее добраться до мусорки. Ведь именно там я мог поставить замок на машинку. И превратить ее в свой первоначальный домик. Ой! 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 Кажется, я кого-то раздавил. Но как только я доезжаю до спалки, я замечаю то, что такие планы были не только у меня одного. Да и тем более, этот парень был бандитом. Он попытался меня убить. Ох, какой хороший парень. Я отогнал его тачку и сразу же занялся своей. И теперь я чувствовал себя в максимальной безопасности. Стоп, может тут дешевле починить смогу? Теперь мой паровозик Чук-Чук официально являлся моим домиком на колесах. И с ним мы могли колесить по карте и фармить различных фармеров. Сорри, дружище. Мир суров. Я нашел свою черепашку. На которой я буду выживать. И мне нужно ее починить. Блин, а это круто. Прям на старте получил машину. О, кстати, до аутпоста мне недалеко ехать. Фух, я доехал. Замечательно. Для чего мне нужен был аутпост? А все просто. Именно здесь я мог спокойненько переработаться и закупиться какими-то ресурсами. А также я мог раздобыть себе топливо, чтобы дальше колесить по карте. Естественно, у жителей мирного города была куча вопросов ко мне. Ведь они думали, что если сюда приехали на тачке, значит, это клановые игроки, которые могут им что-нибудь подогнать. И возле меня выстроилась целая очередь. А так как мне хотелось кушать, дизель я продал практически за бесценно к рандомному бомжику. Очень выгодный трейд. Пойду куплю покушать. О, да. Все-таки 10 стоило. Да уж. Я был очень голоден. И когда я уже вдоволь насытился, ко мне в голову пришла гениальная идея. Разбить тачку, которая стояла рядом. В надежде, что в рюкзачке что-нибудь я найду. Ночь сменила день. Но я, несмотря на это, продолжал идти к своей цели. И, наконец-то, я ее разбиваю. И вы просто посмотрите, что находилось внутри. Ага, поверил. На самом деле, в этой машине не было абсолютно ничего. Даже деталей. Получается, что свои 15 минут я потратил полностью впустую. Именно с этими мыслями я отправляюсь на свалку. Отстраивать неподалеку от того места домик. Ох, нифигася тут заруба. Здравствуйте. Тут я разрешал вставать. Я оказался в нужное время в нужном месте. С этого замеса я выбил много нужного мне барахла. Но мне по-прежнему нужно было построить хоть какой-нибудь домик. Врум, врум. Псс. Не понял, а как на Элган выпал? Что? Блин, а мне нравится такое развитие сюжета. И как-то раз, как только я стартовал, здесь я приметил один интересный домик, который я мог приватизировать себе. Я могу застроить этот дом себе. Мне нравится. Домик. Блин, а тут все под меня сделано. Только двери пару выдолбить придется. Да, для меня это был просто идеальнейший вариант. Хранить такой лутецкий в машинке было уже немножко опасненько. Все, что мне оставалось сделать, это немножечко рубануть деревце на шкаф. Мне нравится это место. Нормас. В принципе, можно поездить поохотиться на типов, только надо с собой взять немного на починку. Я бы посмотрел, кто живет у меня на этой территории. Услышав выстрелы с томика неподалеку, я прямиком отправляюсь туда. Ведь оружие не было бы лишним. Но знал бы я, куда меня приведет этот путь. Куда вы собрались? На спалку, что ли? О! Фармить фармил с помощью машины было одним сплошным удовольствием. Хали-гали! Аппарат-труппер! Томпсон стреляет. Как будто бы нам туда надо. Не надо, дядя! И даже, когда меня каким-то образом аборигены забивали толпой, я был спокоен, понимая то, что все основные ресурсы я засейвил в ящички машины. И ее так быстро никто не разобьет. Я похилюсь. Мне нормально. Сюрприз! И именно сюда, скорее всего, меня приводит судьба. Пока я воевал с аборигенами, я услышал, как неподалеку от меня школьник просит помощи. И решил заскочить на огонек. Опа, здравствуйте! Машина, машина! Не убивай его! Нет! Кто здесь? Я дружелюбный. Тоже. Я тоже. А кто тебя тут обижает? Ты просто слышал? Привет! Я слышал, как ты разговаривал, и думал, у тебя обижают тут помочь. Мы не обижали! Мы не обижали! Мы вообще левые! Все нормально! Это мой друг раньше! Понял! Пойдем в дом. Пошли в дом. Пошли в дом. Пошли в дом. У вас тут точно все нормально? Нет, не все. Укрой двери. Я просто недавно друга потерял. Вот. Я могу твоим другом быть. А что, вы только начинаете играть? Да нет, мы уже нормально играем. Это тут чел просто тролли через Voice Changer. Да какой вид чейнджер? Да, да, да. Вы издеваетесь? Вы че говорите? Реально же слышно, что это ребенок, нет? Говорите, что это какой-то вид чейнджер играю. Ну чейнджер. Че, скажи, какой пароль от вашего... Да заходи просто, я тебя спущу. Щас. Спасибо. Че, как дела? Да нормально. Вот они говорят, что я какой-то вид чейнджер. Я не понимаю, что они говорят. Даже не знаю, что это такое. Че мне с ними? Не знаю. Да сейчас многие обманывают. А у тебя че, калаш? Не, у меня нет калаша, у меня арбалеты есть. Вот, смотри. Где калаш? А я бомжик. Тоже только начинаю. А у них... А у них помпы всякие, как есть. А, ничего себе. Итак, судьба меня свела с юным путешественником Ханза, которому игроки с этого маленького домика вовсе не доверяли. А мне, скажем так, терять было совершенно нечего. И поэтому я пригласил его в свою команду, чтобы в будущем построить ему комнатку в доме. Ну-ка посмотри и убей меня. Да не, зачем мне тебя убивать? Я вообще новичок, мне 6 лет. Сейчас я тебе покажу свой домик. А ты меня в дом запустишь? Да, в принципе, мне нечего терять. Вот, мы приехали. А, вот этот? Да. А это что за домик? Это мои хоромы. Ты кто? А я не знаю, кто это. Их убивать лучше не надо? Правильно, так его. Я его убил. Пойдем за мной. Вот сюда смотри, заходи. Надоело. Вот, это мой дом. Правда, некоторые двери не мои, но я пока что здесь поселился. Если хочешь, я тебе могу домик сделать на втором этаже. Будешь со мной жить. Сделай, сделай. Во, смотри, вот тут твоя комната будет. Что скажешь? Ну, нормальная. Ну, меня там спусти, пожалуйста. Сейчас, давай я тебе отдельную комнату сделаю, просто будешь там жить. Вот так я обрел себе нового друга, но вместе с ним у меня появились и новые проблемки. Не говори, не говори его, не говори вслух. Два, три, два, два. А какой? Ну, скинь записку, только если я тебе скину этот пароль, не говори его вслух, просто введи его и все. Давай. В этой записке открывалась страшная тайна. А если ты хочешь узнать, что было в ней написано, заходи в мой телеграм. Ведь здесь я показывать ее просто не мог. Если что, ссылка в описании. Кто у нас под домом? Подожди меня, я ищу. Вот, мы подбежали. А, это вы? Мы подбежали. Вы че, пацаны, куда щас? А я хочу посмотреть, кто там стреляет с калаша. К нам под дом внезапно прибежали его прежние друзья, с кем он изначально выживал. И у них была цель выяснить, обманывал ли этот паренек их или нет. Меня интересует малой, троллил он нас или нет все это время, типа восьчейнджер у него или нет. И все, типа. Ну, этого я не знаю, типа. Ну, а в чем проблема? Ну, нам нужен малой он где вообще? Ты куда его спрятал? Да он пока АФК стоит. У нас просто допрос там продолжался такой, типа. И нам интересно узнать. Предлагаю вместе раскусить малого. Ну, идея хорошая. А я слышу, думаю, типа, ну, кто-то его убивает, он там кричит. А я как раз убивал там типов рядом. Думаю, ну, может помочь им. У нас допрос прям реально был. То есть, видишь, в чем прикол? Он, типа, этот, смотри. Вот он добавил меня, да, и еще вот, типа, тоже поцека. Я его добавил себе в пати тоже, типа. Ну, он нас добавил. И он дальше бегал и собирал огромную пачку, типа. Ну, вот реально, как малой, то есть. Ну, вот реально, на нейросеть не совсем похоже. Она палится слишком. Думаю, да. Я его расскажу. Ладно, есть еще один момент, смотрите, есть еще один момент. Он говорит, что папу зовут Дима, маму Анжела. Да заходишь с ним профиль, там написано Владислав. Что вы на это скажете? Ну, может, у него фамилия такая, наверное. Владислав фамилия у него? Ну, как сказать? Я не знаю, как сказать. Итак, что мы решаем? Наверх поднимаетесь, там комната собраний. Слушаем по очереди, кто что скажет. Это не его из чайных. Пацаны, я честно, я думаю 50 на 50. Вообще непонятно. Не, ну 50 на 50, это, конечно, такая себе темка. Тут либо да, либо нет. Людей становилось в моей кибитке все больше. Но никто додавить Ханза не мог. Ну, вообще кто? Ты кто? Я создатель этой игры. Какой создатель? Ладно, давай, кто главный герой нового года? Это Мороз. Как называют домашнего животного, которое царапается и любит сметану? Кошка. Ладно, я не понимаю, короче. Это сложно. Это все? Нет, это не все. Ну, 6 лет, если ему... Вы что, в 6 лет вообще играть в комп умели, типа? Я в 6 лет в песке копался, наверное. Ну, я тоже, типа. Ну, ладно, поколение меняется на самом деле, видишь, как бы. Кто-то в 6 лет какашки в песке собирал, а кто-то в растики. Спустя 20 минут этого собрания никто так и не выяснил, обманывает он нас или нет. Но в глубине души я чувствовал то, что Ханза истинный 6-летний пацан. И что мне выпал шанс воспитать из него настоящего растера. Ставь лайк, если ты в 6 лет тоже находил подарки в песке. Пока у Ханза был свой план по фарму камней, я отправился отстраивать гараж. Ведь мою машинку могли взорвать в любой момент. А то машинку будет жалко потерять. Подожди, а почему Ханза вышел? Интересно. Вначале я подумал, что он нашел себе нового друга. Но когда вернулся домой, я заметил то, что он просто кельнулся. Но не переживайте, он скоро еще вернется. Ханза куда-то пропал. Но мне пока что было не до расследований. У меня впереди было очень много дел. Когда я заехал в свой гараж, я понял один небольшой косячок. Я не могу выйти из машины, потому что здесь нет места. И мне пришлось немножечко перестраиваться. Я услышал, как неподалеку от меня кто-то фармит камушки. И не знаю почему, по знаку судьбы именно его, я и не стал убивать. Я не знал, кто он такой, но мне показался он дружелюбным. Слушай, иди сюда. Можешь спальник разбить? Вот этот. Можешь спальник разбить, пожалуйста? Спасибо, брат. Хм, я думаю. Но почему? Я нужна машина, где? Я все время не понимал, что он пытался мне сказать на ломаном английском, но потом до меня дошло. Он спросил, откуда у меня эта замечательная машинка, и я ему рассказал историю, где я ее нашел. Как выяснилось после, машинка ему нужна была для того, чтобы отправиться в долгое путешествие. И я решил ему помочь с этим, и стать его личным водителем. Этот добрый иностранец был очень странным. Он мало того, что отвел меня к своему домику, так еще и впустил в него. В начале я даже думал, что здесь присутствует какой-то подвох. Я оказался в заперти у него дома, и чего ожидать дальше я не знал. О, мой бог, бро. Почему? Я могу дать вам пригласить в группу. Если вы хотите, то я могу с тобой с моим автомобилем. Что вы думаете? На самом деле произошло не то, чего я ожидал, и этот парень оказался действительно добрячком. Он поведал мне о своих планах добраться до серного карьера. И в этом, конечно же, я ему мог помочь. Вот так судьба свела совершенно незнакомых игроков вместе. Огромное путешествие через опасную зиму нас ждало впереди. И хоть я не Райан Гослин, но я расскажу вам историю под названием Драйв. Серный бизнес. О, да, бро. И только мы запускаем серный карьер, как вдруг неподалеку от нас издаются звуки взрыва. Он отдает мне свою СМГшку, и я отправляюсь прямиком на рейд. Он кельнулся. Вначале я, честно говоря, не понял, зачем он это сделал, но потом ко мне пришло осознание. Оказывается, он не мог выпрыгнуть отсюда. Если он придет сюда с ракетами, то это все. Я выпрыгнул. Бро, это я, это я, это я. Я получил К. Брюк его. Брюк его. Брюк его. Брюк его. Брюк его. Я думаю, он крафтит ракет и пытается рейд последний гараж дур. Я пытается рейдить и убить его. План был очень хорош. Я надеялся выбить с него еще ракет. Прождав его несколько минут, я понял, что дорейживать он сейчас не собирается. И тогда решил подползти к нему сам. Он просто вышел? Что? Почему он вышел? Я картофельный магнат теперь. Скорее всего, он вернулся к тому домику и увидел то, что его облутали и жестко задезморалился. Поэтому просто вышел из игры и забыл закрыть двери. И благодаря этому у меня появилось очень много картошки. В это же время на моего иностранного друга напали. Ихилом. Не надо кормить. Так, я украл очень много картошки, поэтому надо ехать домой сейвить. И хоть мой друг там погиб, я смог полностью все засейвить и доехал до дома. С этой поездки я был явно в плюсе. Вы посмотрите, что лежало у меня в машинке. Этой картошки мне должно было хватить на весь вайб. Но я не учел только одного, что у меня появится Ханза. Я тут картошечки поем. А, все, я отрекался. Но об этом по порядку. Пока Ханза не было в игре, я умудрился даже найти второй верстак. И вы не поверите где. Что нафиг? Таким образом, я получил огромное количество ресурсов. И вдобавок, второй верстачок, который мне как раз таки был нужен. И спустя много времени в игру наконец-то вернулся он. Привет. А, это ты? Нифига, ты развился. Может, друзья добавим? Да, выйди из пачки, я тебе добавлю. А то меня тот бросил. Берданку и калашек я сразу же изучил. Ведь понимал то, что нам с ним нужно много оружия, чтобы пройти курсы выживания. У тебя намного больше ящиков стало. Чё в шкафу? Фига себе, чё в шкафу? Орис, это сколько? А я в этот ящик не могу посмотреть. Открой его. Ничего себе! Ничего себе! Сколько картошек. Ты чё, сервер какой-то? Я у тебя тут пять картошек съел. Давай, давай, кушай. Пока у нас плавился металл, чтобы скрафтить берданки, мы отправились с Ханза на охоту. Ой, двушка. Ну можно, чё сейчас будет плавиться? Это моё будет. Да, хорошо, окей. Ну, сейчас я залезу сюда. Мам, ну ещё... Я не знаю, что там происходило, но, судя по всему, его родители уже гнали спать. Но он продолжал со мной играть. Я сейчас немножко ещё посереду. И теперь у меня действительно отпали все сомнения, что это настоящий школьник. И пока он всё ещё был со мной, мы отправляемся на ближайший замес. Нифига себе, тут заруба. Пойдём, пойдём, выходим. Ну сейчас я, когда патроны возьму... Сейчас я... На, возьми, возьми, возьми. Тебя, м***ь, тебя. Как будто там какой-то читер сюда идёт. А в это же время, пока я сражался со всеми налево и направо, Ханза снова находит новых друзей. Я был очень сильно удивлён, насколько же он красноречив. Ну, тебе пушки дал? Нифига себе. Да. Тебе такой крутой. Мне пушки дали. Привет, привет. Привет, привет. И всё. И... И ещё как... Ещё это... Двушку дали ещё. Неплохо, неплохо. Пусти меня. Мне картошки надо поесть. Пусти, пожалуйста. На картошку. Надо пойти типов убить сейчас. Дай ещё картошки. И именно благодаря Ханза наши соседи стали внезапно нашими друзьями. Они оказались благородными, и душить новичков они не собирались. Я говорю сейчас про Ханза. Я вообще думал залезть к вам, ящики посмотреть. Ха-ха, да не? Услышав выстрелы в стороне порта, мы с двушками решили наведаться к ним в гости. Но мы даже и представить себе не могли, на что мы подписались. О, где-то стреляют, где дальше. Стоп. Ну вы это видели? Я дважды в упор стреляю с двушки, и он не умирает. А как так вышло? А почему? Естественно, одной попыткой здесь не закончится. И после второй сдаваться я не планировал. На этот раз у меня был коварный план. А здесь где-нибудь рядом боты есть? Он их всех убил. Ты их убил? Хорош на это. Я их убил. Что-то много было? Я их убил. Слушай, а это неплохо было. Это было неплохо. Ты че-то засейвил? Да, я тоже немного подлутал там. Я у тебя тут арбалет возьму. Да, бери арбалет, бери. Хотя не, я гвоздилю от вас. Скраб мы потратили на изучение сочельки. Ведь неподалеку от нас стояли пару домиков, которые можно было подрейдить. Черт, иди сюда, я тебя не буду убивать. Иди, не больше. Да не больше. Не, не, не. Иди сюда. Я тебе лук-то дам. Иди сюда. Давай, давай. Капец ты злой. Не надо было лягать. Блин, правильно. Ты обучаешь их тому, что в этой игре верить никому нельзя, правильно? А ты тоже никому не вери, а то так же будет с тобой. Тогда я не придал этим словам никакого значения и отправился на порт. Потом мы с ним отправились на фарм серки. Ведь она тоже была нужна для рейда соседей. И именно сейчас я вспомнил то, что у меня очень много дизеля, которые мы можем потратить на серном карьере. Садись. Мы сейчас поедем в зиму. Хорошо, буду аккуратно ехать. А мне холодно будет. А мы тебе сейчас сделаем костюм зимний. Я так умру. Мы куртку сделаем тебе зимнюю. Все, бери, это зимний костюм. Ты не будешь мерзнуть. Все, сейчас вообще никуда не выпрыгивай. Костюм надень на себя. Нет, 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 надень его. Зима в другой стороне. А я знаю дорогу, я уж туда ездил. А, все правильно ездишь. Главное, чтобы нас никто не убил. А, там бочек. Не, не убьет, не переживай. Да он не нужен нам, поехали. У нас другие цели сейчас. Я пошел в туалет, схожу, сейчас отрекаюсь. Давай, давай. Ну, я охраняй. Ну, я лекаюсь. А хотя я не хочу в туалет уже. Уже сходил? Нет, я уже-то не хочу. Я думал, ты сходил. Уже на горшке играешь, сидишь. И ты дам время на горшке. А как тебе игра вообще? Тебя отец сюда затащил? Ну, я у папы просто спрашивал, можно я тоже прииграть? И он сказал, да. Как назовем нашу машину? Назовем ее Бык. Бык? Мы на Быке будем ехать? Да. Окей. До серного карьера мы доехали глубокой ночью. И то, что произойдет дальше, но я никак предвидеть не мог. Я спать. В смысле спать? Он реально вышел? Он реально вышел спать. Офигенно покопали серу. И так как время было поздней ночью, ко мне на карьеру никто не пришел. И я смог спокойно накопать себе две строки. Попутно я даже постукивал серные камушки. Ничего интересного больше на этом карьере не произошло. И до дома я добрался без каких-либо приключений. Все же остальное время я занимался дефолтными вещами. Плавил серку и рубил деревце. Блин, а я знаю, как можно изи металл получить. Но меня там сотрут, наверное. Да, с металлом у меня были громадные проблемы. А сегодня я хотел улучшить свой гараж. Но так как у меня был дизель, я мог рискнуть и попробовать накопать все в кратчайшие сроки. Для этого мне всего лишь нужно было добраться до большого карьера. И как вы понимаете, в этом месте всегда огромное количество кланов. И обычно соло-игроки на Растуре и Йоумейне не запускают карьеры. Именно поэтому я подумал, что ко мне просто побоятся прийти. Да и если что, у меня была бы машинка, чтобы отсюда уехать. Один разок здесь забираю. И иду в другую сторону. Да, блин, опасненько. При том, что здесь клонина гигантская какая-то стоит. Так, я думаю, мне этого хватит. И в моменте я замечаю вот этого паренька. Он явно сюда прибежал не просто так. Так, тут уже меня чекают. Так, я поехал отсюда, меня уже чекают. Я не потратил весь свой дизель, но этого металла мне было достаточно, чтобы полностью улучшить свой гараж. Да, вход в дом у меня просто легендарный. А из этого гаража у меня появилась настолько антирейд-система, что можно прям хоть гайды снимать. Чтоб ты понимал, машина блочит проход. И чтобы пройти в следующую дверь, нужно сесть в кабину. А чтобы выйти, нужно отогнать тачку обратно. Так как я уже начал больше доверять этому пареньку, я ему дал доступ к основной комнате. Поставил ему замки и скинул записку с паролем на его этаж. Чтобы когда он проснулся, он мог пользоваться этим домиком. Так, пароль я ему оставил. А спать я решил выйти прямиком возле шкафчика. Глава 3. Странные дела. Когда я зашел на следующий день, я увидел вот такую картину. Подожди, меня Ханза убил. Мне очень интересно, почему меня убили в доме? Почему меня Хонза убил? И почему я больше не авторизован в шкафу? А-а-а. А-а-а, он двери нафиг поменял. Да он и не выглядит, что его зарейдили, подожди. Нет, подожди. У него там ящики прибавились. И тот ящик до сих пор стоит. А спальника у меня внутри нет. Подожди, это что, школьник поменял пароли или что? Он походу пароли поменял, прикинь? Честно говоря, внутри меня было очень печальное чувство. Ведь я доверял этому пареньку. Да и в принципе, я не понимал логики, зачем ему меня обманывать. Ведь я с ним нормально общался. И доверил ему полностью доступ к моему дому. В общем, ответить на эти вопросы на данный момент я не мог. Кто это? Hello? Hello, Mr. Goa. It's me, it's me, Balestine. Why are you, what are your friends? I don't know. My friend, I think it's come me, my friend. Look at this. It's okay, my friend. Но я не остался в полном одиночестве. У меня был добрый друг-иностранец. One minute. You can't come in, come, come, come. No problem. Hmm. My friend, come. So interesting. My friend, I... И чтоб вы понимали, специально для меня он поставил кодовые замки, чтобы я мог здесь жить. Этот парень действительно удивительный. Ого, он мне дал пароль от своего дома, что? Если что, гараж у меня остался в целостности и сохранности. А также я сохранил огромное количество лута, который лежал в машинке. No problem, I can repair. It's my anti-raid system. What do you think about this? Чтобы чинить нашу машинку и крафтить хорошее оружие, нам нужно было МВК. Именно поэтому мы отправляемся на МВК карьер. Честно говоря, эта машинка нас очень сильно выручала, ведь все эти движения были максимально опасными. А за ней я чувствовал себя как за каменной стеной. И как назло, через мгновение возле нас сбивают вертолет. И прям впритык к нам активизируется клан. Понял. Не проблема, я поехал. Че скажешь ты, Женя? Че ты возле нашего дома делаешь? Блин, ебаная. Женя, а где твой дом? Вот, вон там и вот тут. Ну все, у тебя, у тебя, у тебя больше нету домов. У тебя больше нет домов, понимаешь? И пока я им заговаривал зубы, мой друг-иностранец пришел к ним в спину и просто их зафигачил. Гуд жоп, мэй френд. Летс го, летс го, летс го, летс го инсайд. Гуд жоп, мэй френд. И знаете, что самое забавное? Что мне, чтобы убить типов, которые сидят под домом, не нужно было даже в них стрелять. Это Бентли? И со временем мои соседи очень сильно расстроились и сели на крыши. Но серьезные проблемы требуют серьезных мер. Этот, походу, его тиммейт ко мне бежит, да? А, он с глушителя стреляет. Ну, что теперь к***м сделаешь, а? Слабый. Что, досиделся на крыше? Ты в каком классе? Не, серьезно, я сейчас без рахла. Да, 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 хорошо. Серьезно, сколько тебе лет? Мне 12, пожалуйста. Бля, начитай мы. Мне 12, а я уже легенда раста. Подожди, я подавился. Чем моим п***цом? Не знаю, нахуй. Да сейчас, мам, приду, подожди. У тебя друг погиб, а ты в доме сидишь. Это месть за то, что вы с двушками сидите. Ты местью называешь? Да, это месть. Ладно, я не против. Понимаешь, какую ошибку ты совершаешь, стреляя по мне с крыши? Я буду вашим ночным кошмаром. Я позову весь свой класс сюда, и мы вас зарейдим камнями. И ты думаешь, я шучу? Я не шучу. Нормально с копьем бежишь. Твой друг опять умер, прикинь. Десантник, это боевой патрон. Десантник, крепче стали и гранита. Нифига себе. Хеллоу! 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 Ммм, тут какой-то ящик стоит. Ты по мне стрелял с крыши, между прочим. Мне это не нравится. Я вам сейчас всё тут отремонтирую. Ой, не можешь домой попасть. Ой-ой-ой, какая досада. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не можешь. Не можешь домой попасть. Как тебя жаль. Очень жаль тебя. Очень тебя жаль-ка. Я их задизморалил до такой степени, что они просто выходить из дома боялись. Ловить здесь мне уже было нечего, поэтому я выпрыгиваю с этой территории и отправляю заниматься своими делами. А впереди вас будет ждать поистине грустная сцена. И если даже Титаник не смог пробить вас на слёзы, то здесь будет совершенно иначе. Мы с моим другом собирались отправиться в сторону нефтяного карьера, чтобы накопать себе очень много топлива. Погода была просто шикарная и ничего не предвещало беды. Я получил дизель. Они могут использовать карьер. Это вода лапа или нет? Я не знаю, но я думаю, что вода лапа близко к нам. Машинка Нееет Нееет Только не она Я ее потерял Этот мир слишком жесток Для того, чтобы собирать свою машинку Паровозик Чух-Чух Ты служил мне верой и правдой Помогал мне в трудную минуту И был укрытием от различных недругов И я надеюсь, что ты, друг мой Обрел покой в раю для машин В память о паровозике Чух-Чухе Но не будем о грустном У меня снова активизировались веселые соседи Но только теперь стреляли со второй крыши И уже далеко не с берданки И самое печальное Что двери у меня открывались В сторону их домиков И мне с этим что-то нужно было придумать Люблю, когда хорошие соседи Первым же делом Я отправился на свалку Чтобы переработать нитки Ведь чтобы наказать Рувкемпера Мне нужны были лесенки You're dead Блин, нормально Хоп, один заход, 200 скраб Отсюда с бомжей каких-то Лучше бы они, конечно, дерево нафармили Но ничего страшного Люблю, когда у меня по домам Рувкемперы Замечательно Какого-то у меня больше дерева нет Чтобы лестницы скрафтить Придется с этим что-то сделать сейчас Эй, пан Сидящая с болтом Сейчас я пару раз тебя забачу У тебя болта не будет Давай, поднимайся на крышу Пирожок Печалька Он себе турель туда поставил Но это ему ничего не даст Крадется с двушкой А, все, подожди, не убивай Нормально, я дружный Я хороший И хоть сейчас подловить я его на крыше не смог Но я знал, что рано или поздно Он сюда поднимется Ооо Ой, калаш потерял Ой, калаш потерял Ой, болтовочки тут Ай-яй-яй-яй-яй Ой-яй-яй-яй А вы тут что-то плавили, да? Ой, порох делали На патроны, наверное Блин, не повезло, не повезло Ты не против, что я тебя разобью тут кроватки? О, бро, I'm sorry Я им разбивал все, что только можно было разбить И заодно пытался их максимально задезморалить Чтобы они на крыше больше никогда не появлялись в своей жизни Так я бы изи смог их зарейдить Яс-яс-яс Ай-килым Иностранец, конечно, пытается мне помочь Но пока он только мне мешает Что-то пацан как будто договорился там внутри Много говорил А толку от этого ноль Пока Евгеша пытался добежать до этого дома Мы с моим иностранным другом превратились в электриков И решили отрубить ему электричество Говорил я ему, что за него надо платить А так как у него стоял высокий фундамент Была вероятность, что за ним стоит такой же каменный фундамент Который мы сможем с легкостью прорейдить Намечался легендарный контент 7, 7 пикэкс I got 7 пикэкс 7, 8 пикэкс Тейкет мор НО, скейн армор, бро Да уж Мы оказались в неловкой ситуации Но ничего страшного У нас была идея, что можно с этим сделать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Евгеша сдался раньше времени, но мы планировали закончить начатое и зарейдить его полностью Окей, let's go, let's go Let's go, let's go, right Go, 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 go Boom, bro, boom, boom, boom Офигенный рейдер Я знал, что он здесь умрет Я чувствовал Бро, one more door Пока мы крафтили еще немного подарков, у нас появились гости И пока мы разбирались с этим калашистом, появился хозяин дома И закрыл гаражку И хоть сачели у нас было всего лишь на одну дверь Я знал, как можно было действовать Окей, let's go home, let's go home Крафт сачельс И рейдинг мор Здравствуйте, здравствуйте Лежать Наконец-то у меня есть сачель Он сейчас встанет Так мы избавились от нашего назойливого соседа, который любил пострелять с крыши И хоть он был поистине бомжарой, избавиться от него было очень приятно И мой иностранный друг решил полностью застроить все выходы и входы Чтобы он больше никогда не смог зайти на эту вышку Good job И дабы под моим домом больше никто не сидел Я решил поставить турельку Все, пошло дело Больше никаких бомжей под моим домом Пошло дело на это Все, теперь хотя бы не страшно из дома выходить Но это все такое Известное Но это так Так, это так Нормальный домик превратился из этого бомжатника, где просто был гараж какой-то. Удивительные чудеса вообще происходят. Так, ну у меня осталась последняя цель. И я думаю, вы понимаете, о какой цели идет речь. Оооо, он здесь. Я думаю, что когда я уйду, я тебе сплюсь в банкер. Но теперь у меня есть последний договор на сервере. И я думаю, что я могу уйти от сервера. И дать вам все мои вещи. Что вы думаете о этом? Нет! Нет! Нет? Вы хотите уйти? Нет! Не уйти! Ты мой друг сейчас! Нет! Почему не? Это не ты, это плохо, сервер. Это твои волосы, это плохо, сервер. You miss me, my friend? Not leave. What is your name? My name is... My name is Ali, Ali. Ali, оу, nice name. My name is Dmitry. Dmitry. Nice name. Dmitry. Dmitry, Dmitry. Как вы поняли, по нашему диалогу он сильно ко мне привязался и отпускать он меня с этого сервера не собирался. И вот в моменте неподалеку от нас начинают рейдить. И мы понимаем, что у нас есть шанс ёнькнуть оттуда ракеты. Не твой день. Блин, надо идти убивать их нафиг. Сто процентов надо идти их убивать прям сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я заметил, что в этом доме нет шкафчика. И мне нужно было срочно лететь домой. Да и тем более мне нужно было разбить эту корову, чтобы если что, они не могли улететь. У них шкафа там нет, мне нужно пластиком туда идти. Их смутила такая наглость. И один из них даже прибежал ко мне под дом. Это была его большая ошибка. А это могут быть проблемки. Присаживайтесь поудобнее. Ведь дальше вас будет ждать жёсткая отыгровка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я убегаю. У меня пулемёт, я убегаю! Ха-ха-ха! Как будто это надо в другой домик положить, мне кажется. Есть такое предчувствие. Все ресурсы я решил спрятать на крыше заряженного дома. Ведь эта клонина знала, где я живу. И мне нужно было как можно скорее возвращаться на этот замес, ведь там оставались рейдеры с ракетами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гоу, 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 инсайд, гоу, инсайд! Если честно, то эта зруба была реально крепкой. Столько лута, сколько было здесь, не было даже в наших двух домиках. Продолжение следует... О, мой бог! Что? ВООО! Как много мертвых людей здесь, чувак? Кто спит здесь? Кто спит здесь? Кто спит здесь? Быстрее, быстрее! Кто спит здесь? Тебе, слушай, слушай! Дай мне басу, пожалуйста! Я не верю, я не верю, это не твоя баса, мой друг! И чтобы нас не прорейдили за две ракеты, мы выносим их дверь и ставим сюда свою. Теперь мы были в относительной безопасности. Но нам нужно было придумать, как мы отсюда будем вытаскивать весь этот лут. Ведь под нашим домом находилось огромное количество голодных клановых игроков. Что ты нуждешь от моей базы? Слышь, не пойду! Смотри на меня! 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 Очень вкусный лут! Очень вкусный лут! Очень вкусный лут! Я люблю... Лут! Тоже много людей здесь, брат! Это solo или что? Нет, это не solo, это слишком много людей! Ты живешь в море! Нет, это не просто. А-а-а! Эй-ха! Я убил! Я убил! Wait, 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 we need one more door here And we can go Oh my fucking god, oh my fucking god bro, too much grenades GG, GG, say GG, GG Thank you for your loot noob GG, 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 GG You're so bad, PPK Gamers Hi, hi again It was Zaycas Один из клановых игроков, которые рейдили этот домик И жили они совершенно недалеко от этого места Как только наступила ночь, я решил сбегать к ним в гости И увидел то, что на крыше у них находится то, что им явно уже было не нужно Bye-bye, minикоптер Bye-bye Изи коптер Это было неплохо Теперь у нас появился коптер А мы как раз хотели слетать в мирный город, переработать все компонентики Нам нужно было много скрапа, чтобы все наконец-то поизучать Как там дела у моего школьника, который поменял пароли от моего домика? Подожди, он в онлайне? Алена Кто здесь? Кто здесь? Я здесь А где Костя? Ты откуда? Я отсюда А где Костик? Подожди Он был здесь недавно Ты кто вообще нафиг такой? Подожди Кто тебе дал пароли от моего дома? И кто вообще поменял их нафиг? А ну-ка выходи, я посмотрю кто ты Ты че убиваешь нафиг? Нормально? Общались? Странно В моем домике появился какой-то слоник И судя по его рассказу, пароли ему дал Ханза У меня тоже есть двушка Нет, я думаю стоит еще раз как бы с ним поговорить Но я хотя бы знаю, к чему теперь готовятся Мне было очень интересно узнать, кто он такой И поэтому для начала я решил проявить дипломатический подход Ух ты Кто ты? Получил? Слоник нафиг Еще какой-то чел Ну теперь и у меня есть двушка Ты кто вообще такой? Это твой друг? Ты че такой агрессивный нафиг? Что вам нужно возле моего дома? Это мой дом Это вообще-то мой дом был Пока вы пароли от него не поменяли, вы А это твой друг был, да? Ха-ха-ха Ой, я буду дипать его Игорь, че ты сидишь у меня тут под дверью? Иди отсюда Я тебя сейчас выйду и убью просто, зарублю А, я тебя уже трижды убил нафиг Какой ты меня зарубишь? Дверь открывай ты нафиг Ты че в моем доме забыл? Это мой дом был Где Костя? Это мой дом, иди отсюда Это мой дом, где Костя, я спрашиваю Ты на зарейд? Офигенно, офигенно нафиг урон прошел Я тебя сейчас еще раз выйду и убью У него там новые ящики появились Вначале он говорил, что он друг Костика, Ханза Но вот что самое странное, что Ханза сейчас не было И враст он не заходил практически целые сутки А потом он начал рассказывать, что ему этот дом отдали Мне отдали дома Ну что, будешь договариваться? У меня есть к тебе отличное предложение Ты мне отдаешь дом, и мы живем мирно Кажется, ему не понравилось мое предложение Знал бы он, что его ждет Дипломатическим путем договориться с ним не получилось И тогда я подумал А почему бы мне не провернуть одну интересную темку Благодаря которой я смогу проучить этого предателя Ну у меня есть идея, что я могу сделать Грандиозная идея Но мне надо как-то добежать до Мирного города Сюда иди ты! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Я его сейчас продипаю О, у меня есть идея, что я могу сделать Нет, блин, опять! Почему? А-а-ха-ха-ха-ха Отдай мой дом на эффект Ты, короче, в молчанку решил поиграть, да? Я, ну, ты понимаешь, что я сейчас дом тут построю А ты даже выйти из дома не сможешь Не догонишь? Не догонишь! Я этот дом как свои пять пальцев знаю Ты! Я сейчас вернусь сюда Я сейчас вернусь и построю здесь дом Ты больше не выйдешь, понимаешь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну ты, конечно, кек Короче, ладно, у меня для тебя есть особый сюрприз Но за ним надо еще сходить Как вы знаете, я люблю придумывать предателям Различные схемы испытаний И на этот раз Это будет не просто застройка его заборами Но для начала напротив его двери Мне нужно было построить кибитку И чтобы это сделать Мне нужно было зарейдить Ближайшего соседа Я не могу в него попасть нафиг Что это вообще такое? Он домой зашел Ай-яй-яй, соседушка Что ты там делаешь? Нифига себе в этом бомжатнике Сколько лута было Теперь, когда у меня появился домик Напротив его выхода Я мог провернуть очень интересную схемку И я был уверен, что предателю Она очень понравится Оп, ху Чеба тебе застрел Нифига себе Сос Розы, строй, почек, ладно Ааа Ай, блин Дострелялся ты? Соседушка Я тебе говорю, что у меня для тебя есть Небольшой подарок Ты что сидишь тут? Соседушка Соседушка Ты готов Кое-что увидеть Ты где, соседушка? Соседушка Выходи Ха-ха-ха-ха На нафиг Лежать Ты что, там умер, что ли? Соседушка Как дела? Отлично, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Тебе нравится, говоришь, да? Мне тоже нравится Слушай, ты новую дверку поставил? Предлагаю ее немножко отремонтировать Пока у него был АКД Я подумал, а почему бы не сделать ему небольшой ремонтик И сделал О, нифига себе У него уже тут какие-то резы Че я могу ему еще О, могу еще одну дверь отремонтировать Так, а здесь я уже никуда не могу пробиться, да? Что я могу еще тут разбить? Как будто мне стеночка эта мешает Подожди, стой Он сейчас откроет еще одну дверь И на этот случай У меня для него был особый сюрприз Привет Привет Пока Я буду резать его Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- надо стеночку приоткрыть чтобы он не мог заскочить после его турельки хоть я мог зарейдить его прямо сейчас но делать этого я не собирался ведь я хотел чтобы он осознал свою вину а ну нафиг выходи сюда ты он чё умер а блин здесь сложно попасть понимаешь у тебя теперь нет выхода из дома он теперь платный ты чё там застраиваешься те кто разрешал куда ты спрятался я его веслом забью еще одна бабовка да пока он был на кд у меня появилось время скрафтить немного разрывных чтобы прорейдить остатки дверей я устал его доставать именно поэтому решил наконец-то от него избавиться а ха 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 ой блин наивный пацан ваща у меня для тебя кое-что есть ты слышишь этот звук ааа 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 аааха Вот ты с Хан заиграл? Вот кто тебе сказал менять пароли? Вот я тут жил, понимаешь? В этом домике жил я. Я смотрел на него, он смотрел на меня. И он ничего не пытался даже мне сказать. Возможно, ему стало стыдно, что он поменял пароли. А возможно, он до сих пор ничего и не понял. Я думаю, не стоит. Нет, прощать его. Спальничек я его походу подрежу. И я много времени думал, зачем Хан за так поступил. Но потом ко мне пришло осознание. Вряд ли это сделал Хан за. У него не было абсолютно таких замашек, когда я с ним играл. Да и ресурсы с ящика он мог брать абсолютно все. И что самое странное, что после всего этого он не появлялся в сети целый день. А если бы он меня предал, то было бы очевидно, что он продолжал бы играть. И тут я вспомнил, каким образом я познакомился с ним. И у меня появилась еще одна версия событий. Возможно, бегая по карте, пока я спал, он познакомился с какими-то рандомными ребятами. И дал им пароли от нашей кибитки. Речь сейчас о парнях, у которых были Ники Огурчик и Слоник. И скорее всего, эти двое поменяли пароли от домика. И тогда Хан за просто покинул этот сервер. И отсюда следует вывод, что этот шестилетний паренек меня вовсе не предавал. Но предали его. И я за него отомстил. Только посмотри и убей меня. Да нет, зачем мне тебя убивать? Я вообще новичок, мне 6 лет. А ты тоже никому не верь, а то так же будет с тобой. Ну вот, я тебе верю. Я ж надеюсь, ты меня не обманешь? Нет, конечно. Молодец, что защитил меня. И хоть это всего лишь мои догадки, но я думаю, они верны. А что скажите вы на этот счет? Так как я выполнил все цели на этом сервере, у меня осталась последняя, незаконченная дельце. Я должен был отдать свой домик тому доброму иностранцу. И попрощаться с ним. Да, приезжай сюда. Торрит, это убивает меня. Окей. Что такое звание? Здорово. Сегодня я уйду от этого сервера. И все, что я уйду, это огромное подарок для тебя, потому что ты очень хорошие люди. Почему? Почему? Нет! Это все, что я уйду от тебя, мои друзья. Спасибо за ВИП. Я тебе даю тсси. Слепи в моем банке. И ты можешь взять это все. Я думаю, что мы можем играть вместе больше. Может, в следующий ВИП. Или еще раз. Но ты очень хорошие люди. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Д возьми. И убивь меня. И я закрепляю этот ВИП. Хорошая勝ство, мои друзья. Нет! Я не убиваю тебя. Я не убиваю тебя,based. Почему? Я убиваю тебя. Я не, извиняю. Но убивай меня, мои друзья. Нет! Я не убиваю тебя. Ты мой друг,истый. Я извиняю. Ты должен служить меня, потому что это Калипукл для моего видео. Убивай меня. Убивай меня. Убивай меня. Мне пришлось его очень долго уговаривать, и наконец он отпустил меня с этого вайба. Ну что ж, вот и конец данной истории. Я надеюсь она вам понравилась и вы не забыли поставить свой лайк, ведь благодаря вам я стараюсь сделать больше социального контента, в котором есть и дружба и предательство. Не знаю как вам, но для меня это выживание останется надолго в памяти. Ханза, если ты когда-то увидишь этот ролик, я хочу чтоб ты знал, я тебе верю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok